На одном из совещаний в Дмитровском обществе охотников и рыболовов обсуждалась ситуация с африканской чумой свиней. Эта эпидемия, как известно, вспыхивает с разной интенсивностью в различных регионах России с 2011 года и негативно влияет на работу фермерских хозяйств, свиноводческих комплексов. Затрагивает АЧС и общество охотников, в угодьях которых обитают дикие кабаны. Животные при контакте с больными свиньями быстро заражаются и погибают. Как заметил государственный инспектор Александр Шевченко, ситуация с АЧС в Подмосковье спокойная, но нужно внимательно относиться к этой проблеме. Для выявления зараженных кабанов и егеря Дмитровского общества охотников и рыболовов все эти годы проводят профилактические мероприятия. В их числе санитарный отстрел, лабораторный анализ тканей животных, исключение контакта кабанов с фермерскими хозяйствами и комплексами. По словам охотоведа общества Николая Воронина, за последние пять лет на территории Дмитровского района было отстреляно около 400 кабанов. И ни у одного из них не было выявлено вирус АЧС. Я знаю, что были пробы и в Московской области уже положительные, да, африканская чума, но это в основном юг Московской области. Также было в Тверской области, да, в случае африканской чумы. Но требования, ветеринарные требования, если соблюдать их строго, да, мы 15 километров от границы с Тверской областью, у нас просто нет кабана. Мы просто не даем ему там разводиться. Как только мы увидели след кабана, мы его стараемся с санитарным отстрелом, да, ликвидировать, чтобы кабан, наш кабан, не соединялся с Тверской областью, не ходил туда. Когда кабану есть что есть, он не ходит далеко, он поел, и как домашняя семья уйдет в сторону, там ляжет в хорошем месте, будет лежать. Поэтому неблагополучная территория, вот Тверская область, понимаете, держим буферную зону, 15 километров мы зверя не содержим. Если говорить о нынешнем сезоне охоты, то и егеря, и сами охотники остались довольны. Погода благоприятствовала летней охоте, да и зимняя охота на копытных не подвела. Благодаря слаженной работе егерей, своевременной подкормке животных в наших охотничьих угодьях удалось сохранить поголовье лосей и кабанов. В этом году было выдано 30 лицензий на отстрел кабана и 25 на лося. Сезон охоты открылся удачно. Погода была хорошая, соответствующие сроки, значит, вовремя было все открыто. Посещаемость была хорошая в этом году. Люди остались довольны в основном охотой по Перу, но мы знаем, что у нас с октября месяца началась охота на копытных. Охота на копытных – это коллективная охота, это то, что объединяет людей. Если по Перу человек один ходит там целый день, да, отдыхает в лесу, то здесь люди идут коллективом. У них общая цель, общий результат. Они вместе слаженно командой сработали, потом у них есть что обсуждать. Коллектив объединяется за счет коллективной охоты на копытных. Я думаю, что это основное связующее звено, значит, в работе общества. В январе 2017 года егеря начнут сложную работу по составлению маршрутов или, как их называют, треков передвижения животных. Это необходимо сделать для понимания численности зверя и работ по воспроизводству поголовья. Обычно егеря обходят свои угодья и по следам вычисляют количество и передвижение животных. Но в этом году свои коррективы внес ледяной дождь. По словам егерей, почти все угодья завалены поломанными деревьями. Из 22 маршрутов удастся пройти всего 10. Госинспектор Александр Шевченко обещал помочь с техникой и беспилотниками. На совещании егеря обсудили также новую должность – производственный инспектор. Согласно федерального закона номер 209, ему даны расширенные полномочия, в том числе составление протоколов на браконьеров, осмотр автомобилей в присутствии двух понятых, проверка лицензии и других документов.